За последние 45 лет средняя температура на Земле стремительно возрастает. Климат действительно меняется, и это начинают замечать все жители Земли. С каждым годом устанавливаются все новые температурные рекорды. Происходит интенсивное таяние ледников по всей планете, которое постепенно повышает уровень Мирового океана. За последние 100 лет он поднялся на 14-17 сантиметров. 12 июля 2017 года от Антарктиды откололся ледник Ларсен с площадью 5,8 тысяч квадратных метров. Каким последствиям это приведет, до сих пор неизвестно. Некоторые расчеты показывают, что при уменьшении ледяного покрова, отражающего солнечный свет, тепло будет задерживаться в атмосфере, повышая температуру на планете. При этом высвободятся из-под толщи льда миллиарды тонн гидрата метана, который находится в замороженном концентрированном состоянии. При попадании в атмосферу может быть заблокирован процесс теплоотдачи, в результате чего возникнет эффект термоса, который ускорит изменение климата на Земле. Растаявшие тонны льда также могут спровоцировать движение тектонических плит. Среди ученых нет единого мнения относительно того, как именно и какие изменения произойдут с климатом планеты. Мировое ученое сообщество обеспокоено, что таяние самых крупных ледников в последние годы происходит с очень быстрой скоростью. Исходя из расчетов, таяние арктического ледового щита вызовет повышение уровня мирового океана на 6 метров, ледников Гренландии – на 7 метров, а ледников Антарктиды – на 61 метр. О дальнейших изменениях климата и происходящих процессах на планете смотрите в выпусках «Климат-контроль» на канале АЛЛАТРА НАУКА. Во времена надвигающихся катаклизмов, где бы человек ни находился и как бы уверенно и стабильно себя не ощущал, завтра он может стать жертвой природных стихий и бедствий, климатическим или иным беженцем. Каждый завтра может в один момент стать человеком без работы и средств к существованию. И только доброта человеческая способна помочь людям объединиться. Каждый уже сегодня может стать тем, кто понимает и проявляет заботу и душевную доброту в отношении других людей. Ведь там, где живут двое, всегда поместятся еще двое. Там, где живут пятеро, всегда найдется место еще пятерым. Если человек уже сегодня способен потесниться в своем доме ради спасения чужой семьи и их детей, разделить свою еду, одежду, кровь с нуждающимися, если сегодня способен стать примером проявления высшей гуманности и человечности для многих, победить свое зло, творить и множить добро во всем мире, то это залог того, что завтра для человечества еще не потеряно. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Субтитры сделал DimaTorzok